Для великого хорошего, добро пожаловать в 10 дейтс дюйдс Ты не можешь быть в Ирландском, а ты хочешь быть в Северном, чтобы говорить немного так Ты хочешь быть нернэм и то, что ты хочешь, как нернэм, нернэм? Нет, но, в самом деле, я не буду это слышать опять У меня друг Ирландец, который никогда так не говорит Не звучит очень, но... Он слишком долгованкий Хорошо, комплект. Я люблю тебя всех этих людей, которые ты творишь Я люблю всех этих людей, которые ты творишь Это моя бабушка, она не слышит Американ? Может быть веселым. Панчить на лицо. Веселая, интересная реакция на веселых людей. Ударить их в лицо. Так, мы готовы. Окей, мы комментировали. В порядке. Да, это... Выбежали за ней, чтобы пригласить на свидание. Нет, извини. У нее был свитер. Да, это вполне возможно. Спасибо, что я поступил. Знаете, что я могу сказать по поводу этого опыта? Даже если вы посмотрите на другие женщины, женщины, это вообще может быть плюс. Потому что, я помню, что я взял на дату, когда я взял на женщины, которая возникает. И, конечно, женщины, 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 она вообще заметила. И это было бы очень приятно. reaction for her that I'm interested in those sexy women we was already kissing and hugging so that was a lot of sexual tension between us and actually she was nice and she from that kind of women that actually had experience with other women yeah lesbian experience и помните у меня вот были на свидание с девушкой одной из девушек которые были лесбийский опыт и интересный момент что когда мы мужа вместе с ней зажимались там целовались все там к сексу все шло и проходили две сексуальные девушки то в мини-юбках я их рассматривал не скрываясь вот вообще просто рассматривал насколько они сексуальны и это было только в позитив понимаете не всегда когда вы смотрите на других девушек с сексуальным желанием и даже знакомитесь это может быть в негатив во многих случаях это может сыграть в позитив в половине как минимум in a half of cases when you are staring on other sexually attracting women that actually gives you an advantage and a plus rather than minus so that's not that one way she think it can be поэтому это не настолько односторонний взгляд вот как бы вам казалось да это нелогично вам покажется ну типа блин ты смотришь и на другую сексуальную девушку рядом с другой с той который встречаешься да и в половине случаев они имеют еще и позитивный экзотиповал да она классно это мини-юбка потом через за свидание она в таков по подобного рода мини-юбки приходит по мать им это еще какая штука для девушек когда они обращают внимание что у тебя действительно заводит они потом если это им комфортно сделать пытаются повторить и понять что тебя заводит вот и сделать вот то что тебя заводит понимаете и это сработает конечно есть и те которые ревниво отреагируют негативно но помните в чем штука если они реагируют негативно все это вот так вот ревниво подумайте а классно ли будет с ними отношение вот в чем интересная штука so from my experience of relations in some cases when the women watched that I'm looking at some sexy women then they tried to copy and actually do the things that I was looking on the other sexy women so that's some tip that actually you can do continue on продолжаем дальше so we are finishing the date until the action of the done it hate britain ненавижу britannia small little britain маленькая britannia yeah okay let's split the bill разделим we should probably go halves надо раздеврить yeah half the quality that's that's my best thing that I liked to do and this is the case where you can determine with the women interested in money or not знаете вот это как раз тот момент который можно дать понятие когда вы с девушкой встречайтесь она заинтересована в ваших деньгах или нет те девушки которые не заинтересованы в ваших деньгах и не ищут себе спонсора они будут разделять счет и а если еще и очень понравился и она обеспечена то могут даже оплачивать весь счет у меня бывали все варианты то есть и когда я оплатила девушек и когда девушки платили за меня и когда мы пополам платили большинство конечно пополам было да so majority was we are splitting a bill in half but in many cases we had the dates where I was paying they will speak so that determines that determines помните вот по оплату счетов я скажу это все зависит если скажем так свою точку за и если с девушкой свидание прошло хорошо классно и я вижу что у нее нет возможности там заплатить за свидание да как-то там мне понравилось это свидание клёво там все сделано я вижу что но она не располагает какими-то большими финансами все это то вполне заплатить за нее нормально если же свидание никакое ну типа там макдональдс кофе выпили все это я платить не буду за такое свидание потому что это не так прикольно не так классно а вот ну допустим свидание за которым вы мне по на там где мы уже целовались обнимались да то есть хорошо было там где мы посмотрели какое-то классное кино которое мне понравилось или вот допустим там подарили мне плюшевую игрушечку такой да вот это за такие свидания можно заплатить вот поэтому помните вот такая штука и помните я воспринимаю как подарок вот я плачу за нее все это как небольшой подарочек который неважно что и как будет слаживаться или не будет слаживаться это вот просто подарил мне это легко то есть у меня нету потому что вот я заплатил и она так ушла ушла вот ничего страшного дальше пойдем это не такие большие деньги чтобы прямо за них как-то переживать знаете а то там потратил пять копеек ощущение такие словно блин миллион баксов про футкали многие достаточно жадно себя ведут поэтому такая штука по-разному бывает вот как-то так мне очень нравится когда делят это самый счет пополам то есть 50 на 50 вот если обычное свидание то это 50 на 50 если меня реально впечатлило ну я оплачу вот бывает что женщин впечатляет и не оплачивает хотя я готов тоже оплатить все это но не она оплачивает прикольно ну вот это приятно что у меня нету те кто-то wasn't paying the bells я кензаю здесь thing is this a casual date I would split the bell if there is nothing like we counted to some restaurant ordered coffee just stopped and that's okay that's split of the bill but if the deed is awesome i like that for a guy for example that was a pretty romantic things she organized something cool she had you know some small little present and we was kissing and hugging and that was pleasant and we had a lot of laughs and jokes in that case okay I will pay why not and and I see that like she's not that you know kind of rich person so in that case I can actually pay the bill and that would be fun and for me paying the bill is like a small gift and it doesn't mean anything so for many people like if you are paying the bill that means okay that's the proposal for sex or something like that for me that's not for me that's just a good gesture and for a nice evening and then sometimes it's gonna be sex sometimes it's not gonna be but even if it is not I'm not like you knew that's disappointed many people like starting yelling oh I've spent it one box on her and now and you know he's renting like he spent like thousand dollars or like even million on her I don't know why they're so you know how that called not the tough part so Scrooge I guess so you spend minimum money on her and then like you owned her no that's that's totally stupid I think so that's my attitude and yeah there was all three variants in my experience and dating so my hope my свидания были все разные варианты spin it was cool how cool how cool how cool very cool I agree I'll wait I'll wait for you to такси это было бы здорово ok jake school's out так что-то вышел у школы от выходные типа учитель на свидание окей на уэр дейтингуды teacher and the same cafeteria в том же кафетерий this is debate cafeteria to dating actually it looks awful i i never dated in so cheap environment never 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 ever and in so awful like just painted green walls that's 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 bad были просто зеленым покрашенные какие-то тесану какая-то забегаловка кафетерий блин свидание не знаю меня никогда не было свидание вот в таких ужасных местах вот никогда я считаю это место конечно ужасным i'm thinking that place is bad the most worse place where i actually dated i try to recall так давайте-ка попробуем вспомнить какое самое плохое место где я встречался с девушкой это наверное был то есть кафешка такая с традиционной едой заходишь вроде прикольно а потом смотришь на потолок как там посмотрели на потолок а там вообще там вот как после стройки она ничего не сделано это был такой кошмар я такой я извинялся потом не было такое разочарование ну как это так заходишь вот вот смотришь пока на потолок не посмотрел все клево сделано классно там красиво но на потолок это кошмар вот это наверное было самое худшее место где свидание организовал so the worst date uh that i actually organized was in a cafeteria that that looks nice uh it was much prettier than this one but uh the ceiling the ceiling was like it was not completed you know that it is still under construction and and that was awful i was shown so you know embarrassed with that and uh i excuse a lot like oh excuse that i i didn't notice the ceiling is so awful uh excuse me please so yeah 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 that that's awful i i you know i i just get it uh attention that the place where we date and spend time is really important to me вы знаете вот сейчас обратил интересное внимание на это раньше не обращал внимание что оказывается для меня как выглядит место в котором мы с девушками находимся вот это для меня оказывается очень важно so that's really important for me okay continue продолжаем дальше я подумал что надо поменять обстановку he's not the gentleman on the gentleman what i've done differently from him чтобы я по-другому сделал i would open up the chairs so it was pleasant for her to see то есть помните я например вот как я встречаю девушек и как действует то есть например двери всегда открываю двери неважно встречи хоть нравится мне эта девушка не нравится все это женщинам я открываю двери когда есть такая возможность для меня была настоящая проблема получил 2 выше связанные с психологией а там же в основном психологи женщины и перемена я открываю двери сотни девушек выходят вот все это а я не могу пройти я не могу пройти потому что девушкам нужно уступать и блин 10 минут стоял двери но потом подумал не если вот такая штука получается против прохожу вот это потому что это вообще не делал но был такой момент вот так что не может быть showing да и теперь что-то психологи и на студенте нечистот так так нечистот психологиста охранника а но у нас анон и на это училась в Но не matter о чем, я открываю ее, я открываю ее, чтобы выкрою, чтобы выкрою, чтобы выкрою первую. И там есть миллион женщин, которые выкрою, которые выкрою, и я стоял там 10 минут. Это было сложно для меня, чтобы выкрою, и тогда я решила, что в этом случае, где есть так много женщин, я бы поделиться, где это вообще возможно. Поэтому это был тот такой момент, который, знаете, изменил мой подход. Потому что если там сотни женщин, ну, знаете, 15 минут стоят ждать, пока я не все пройду. Ну, это уже чересчур, поэтому есть возможность пройти, прохожу. Вот такая штука. Но он не джентльмен. Он, конечно, поступил. Мне, кстати, не нравится джентльмен называть. Мне нравится русский перевод красивее. Нежный мужчинка. Это как-то приятнее. Ну, и женщины позитивнее играют, реагируют. So, yeah, in this case, what I've done differently from that Jake, that actually I've tried to take out the chair and give opportunity to sit comfortably. So, this is what I would done. And he's not. He's not the gentleman. Ну, он не джентльмен. Так, ты хотела работать, конечно. О, ты ждал. Да, а джентль посоветовал мне подождать с открытой бутылкой. Это хороший совет. Я так и думал. Как? Хорошо от выхода. Да, выходные пришли хорошо. Я ездил к сестре. У него дети очень любят тракторы, так что скажем, что это очень было грязно. О, я люблю тракторы. Я тоже люблю тракторы. У меня есть трактор-драйвер-лисенс. Я сдавал и проходил курсы. То есть, я водитель трактора. И вот вспоминается момент про вот это, когда мы подъезжаем к плугу, к культиватору, сейлке какой-нибудь. Вот когда вот этот момент сближения, он настолько нужно постепенно, плавно делать и внимательно. Это как вот кадры стыковки космического корабля со станцией. И вот я вспоминаю моменты, когда стыковался вот с этими плугами и сейлками и всем прочим. Это вот как стыковка космического корабля. Нужно, знаете, так плавно-плавно подъехать, потом аккуратно выровняться. А там каждый миллиметр имеет значение. То есть, вы подъезжаете. Это не так, как в играх, что ты подъехал там, неважно, как подъехал, сразу сцепился и поехал. Нет. Там нужно очень точно подъехать и поднять потом плавно. Это очень точное, очень плавное действие, требующее хорошего мастерства. So, actually, aggregating, connecting to all those agricultural stuff needs a lot of experience and needs to be very precise and very, I can't say even gentle. Yeah, because if you push too much, you can break everything. So, that's really, at one time, slows down and you need to be very precise and very attentive at that moment. Окей, везде есть свои плюсы, так много, неизвестно. Я пока тоже не уверен. А когда ты приезжаешь? У меня каждый раз, да. Мне на самом деле очень повезло. У меня три брата и сестры. У них у всех есть дети, так что... О, хорошие у тебя братья. Ты играешь со своими племянниками? Да, только хорошо, а не хорошо себя ведут. Это к тому, что сказать, типа, хочешь немного поймать. А, это странно. Вот это немного странно, но, окей. Ну, то есть, ты вначале говорила про игру с племянниками, а потом... Давай, сыграем. Или нормально. Не знаю. Ну, вот это правда или ложь, наверное. So, truth is a dare, yeah. Хорошо, почему бы нам не поиграть в игру про нас? Это про наше жизнь. Окей, ну, давай. Чтобы улучшить задачу, нужно придумывать ответы. Окей. Итак, ведущий должен задать вопрос и дать три возможных ответа. Ага. Окей, so that's another game. Хорошо, хорошо, я начну. Я вспомнил, как он играл, вот цветы, да, там неправильные ответы. So, there is wrong answer. Как ты любишь провести свободное время? Активно. Расслабляться. Или дату и дату. Так, что в конце чувствует себя потрясающе. Активно. Ну, давайте-ка активно. Окей, я не могу ответить. Ну, я скажу. Расслабляться. Противоположность. Мне нужно побежку на свежем углу. И следует, что-то новое. Да, я думаю, несовместимы определенные больше. О, что-то неправильное. О, что-то неправильное. О, что-то неправильное. О, что-то неправильное. Вот сейчас сказал, мы несовместимы, это же плохо. Эти разработчики очень часто вставляют. Почти в каждом диалоге есть несколько фраз, которые разрушают все свидание. Одни фразы. Такие есть. Что можно сказать по действиям и расслаблению. На самом деле, вот когда вы спрашиваете про работу, это вам еще подсказывает про то, интерактивно, не всегда так, но очень часто так бывает, что знания о работе могут подсказать вам, человек любит больше отдыхать или активность заниматься. Если офисная работа идет у девушки, то в большинстве случаев она любит активные виды отдыха. То есть предложите ей потанцевать, куда-то сходить, что-то поплавать еще. То есть где-то, где активность проявлять. Почему? Потому что в офисе малоподвижный образ жизни. И у них много энергии, то есть есть желание подвигаться. Поэтому для малоподвижных, у тех, у кого малоподвижный образ жизни и работа, им активность заходит в плюс. А те, у которых очень подвижная работа, ну например, там продавщица, например, ну вот который стеллажи там переставляет, да, что-то такое. Например, где-нибудь на заводе работает, да, где еще, ну разные варианты могут быть с подвижным образом жизни. Ну те же аэротруба, например, да, мастер аэротрубы, то есть инструктор, что-то, они проводят активный образ жизни. То есть у них постоянно много активности. И когда очень много активности, то тогда лучше предложить отдых. И это же можно применять в том случае, если, ну допустим, она не работает постоянно активно. Ну вот у нее был день, связанный там с какой-то большой активностью, переезд, например, да. Или она пошла спортом заниматься, там все это занималась в этот день спортом. Тогда будет прикольнее свидание, более спокойное. So, depending on the activity and the work of the woman that you date, actually, this applies the same to the man. You can determine which kind of activity to have a good time you can propose. For example, the women that work in the office and with less amount of activity, they prefer active relaxation, like dancing, like some maybe swimming, some sport or something like that. But dancing would be the best, because they need more activity. If the woman works on the jobs that needs a lot of movement actions, for example, in a store, fitting the shelves, like having sport competition on dances a lot, or, you know, she's the instructor of tube flight, something like that. So, that kind of women, or on a factory, so those kind of women would propose more relaxing kind of spending time, massage, like watching a movie, you know, something come, and that kind of thing. And this same thing applies even when the woman is not very active, but the day that she spent was actually really active. So, she moved to another place, she had this sport training or dance classes. In that case, it is better to have the calm date. In the other case, when she actually was really calm that day, it is better to call the date on the dances, like that. Okay, my turn. What is your biggest turn? What is your biggest turn? Kisses, cuddles, or words? Dances, dances, strip dances, striptease. I think it's a telepathic. Kissing, kiss, kiss. Kissing. Well, what? I'm gonna go with kisses. I'm gonna go with kisses. Kisses, sure? Yeah, I like kisses, I do, but I'm more cuddles. Oh, I like kisses, but I like kisses, so I prefer kisses. And you know, that was again in Student Ages. So, yeah, before Student Ages I was like ordinary man that men do not kiss, men do not dance, and then I dated one girl that actually was so good at kissing that I've enjoyed that a lot. And actually, she told me that I have a talent in kisses. And even she told me that I have a talent in kisses. And she told me that I have a talent in kisses. And it's like, yes. But we kissed a lot and it was really cool. And we fucked up. So we enjoyed a lot of those kisses and hugs. So she changed me in that area. Поэтому вот так вот она на меня повлияла, она меня вообще изменила в этом плане. То есть до нее я был типа, ну пацаны не целуются, все, все, как это так. А после нее, блин, это так классно. Вот, поэтому это поменяло. Вот она меня поменяла, изменила. Девушки нас меняют. So the women actually can change us, and that's also important. И это тоже важно, потому что вы можете быть, ну, каким-то обычным. А придет классная девушка, с которой у вас классное совмещение, и она вас мотивирует стать лучше. А может прийти и девушка, которая вас будет ломать. So, yeah, you can date with a woman that actually can make you better and make you worse. You need to think about that and look whether you're becoming better with them. И нужно обращать внимание на вот это, становитесь лучше с конкретной девушкой. Хорошо. Что ты больше ценишь в партнере? Доброта, храбрость и честность. Это сложный вопрос. Все три можно выбрать? Окей. I guess kindness. Думаю, доброта. Я буду править всеми, и все это приоритеты распирать. Хорошо. Оставим вопрос в твой вопрос. Я думаю, просто не хочу больше, чтобы ты думаешь о том. Итак, четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Ключ к твоему сердцу. Вино. Еда. Или разговоры. Это легко. Я думаю, что слова. Она любит разговаривать. Она любит разговаривать. Слово. Бинго. Да. Ты сказала так, потому что я много говорила. Да, да. Я думала, что много говорила. Нет. Это вообще не важно по поводу. Говоришь многое или нет. That's about enjoying. You talk a lot because you enjoy that. Ты говоришь многое, потому что тебе это нравится. And you know, for me, that's okay. I'm also talking a lot, so we can talk together a lot. Мы можем многое вместе разговаривать, потому что на самом деле я тоже люблю разговаривать. Вот. И мне с ней очень комфортно разговаривать. Вот было бы с Мишей, потому что у нее другая проблема. То есть она как-то зажата, и сексуальности не так много, по крайней мере из того, что я вижу сейчас. Но по общению, она очень классная в общении. Она очень классная. Вот из всех девушек, которые были представлены в этом, в этой игре. Миша самая общительная. И на самом деле, сравнивая с другими девушками, с которыми я встречался, она одна из самых общительных девушек, которые мне встречались. С ней очень комфортно и классно общаться. Я тоже люблю пообщаться. Вот, собственно, видосики записываю и общаюсь. Поэтому в этом вопросе у нас есть совместимость. Так что мы абсолютно комфортно и в этом вопросе. Я люблю это. Я бы даже отправила ей даже воздушный поцелуйчик отправил бы. Я слишком много говорю, не, зайка. Все хорошо, мне нравится. Я сам люблю много разговаривать. Так что я очень люблю говорить, и я тебе отправил ей «air kiss». Ты знаешь, как бы. Я шучу. Просто шучу. Я хорошо, что ты застал поволноваться. Ты когда-нибудь готовил ужин, когда кого-нибудь встречался? Это вроде какого-то именно это? Ризотто с пармезаном и трюфельным маслом. О, ризотто – это, получается, какие-то макароны, что ли. Ты любишь готовить? Я никогда не буду играть с едой. Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Food play? What do you mean? Это о чем ты имеешь в виду? Как играть с едой? I've eaten food with other women. That's pretty often on the dates. Вы знаете, достаточно часто… Вот она спросила по поводу играть с едой. Я немного не понял, как это. Ну, снова, это чисто женская фишка. So that's the woman, I guess, thing should try. Надо будет попробовать. Но достаточно частенько я ел и мою еду едят девушки. То есть есть такая фишка, я не знаю, это забавно как-то, что когда на свидании девушка… Это, кстати, говорит о доверии. Все это начинает кушать с моей тарелки. Я могу есть с ее тарелки или выпить коктейль. Вот как-то так. Это про близость начинается. Многие возмущаются мужчины, но на самом деле это про близость. И когда вы возмущаетесь в такой ситуации, это только вам в минус. Лучше всего рассчитывать на то, что когда вы что-то кушаете, вот все это, девушка может тоже захотеть попробовать. Поэтому вот одно из последних свиданий, которое было. я пошел купил рис китайский. Вот девушка ничего не будет. Я сразу такой, ну я палочками ем. Такой, дайте на всякий случай вилочку. Дайте. Положили вилочку, я начал кушать. И тут она захотела все это, я уже сразу вилочку, пожалуйста. А я знал, что она захочет покушать все это, пожалуйста. Вот и прикольное время провели, классно. Я на это и рассчитывал, собственно. So, one of the last dates that was really pleasant and nice feelings that I actually ordered the Chinese rice, food rice with eggs that was pretty tasty. And actually, the woman with whom I dated, she didn't order anything. And when I ordered that, I, like, thought about, okay, give me the Chinese sticks, I eat with the sticks, and give me one, another, like, fork. I knew that she would try, so I took that fork and actually, I counted that she would eat. And she ate it. She liked that. And we, in half, ate that rice. That was amazing. So, actually, counted that, that women actually would try your food and that's nice. That's nice. That's actually, she wants to be closer to you. If she does that. So, that's interesting to know about what kinds of games with the foods. This wine is delicious. This wine is delicious... This wine is... This wine has been delicious, it's tasty. он очень себя серьезно это само минусует а сексуальность здесь уже сексуальность про сбитые сливки это сексуальные игры вот и да мне предлагали кстати вот со сбитыми сливками поиграть вот с этой и возможно вполне скоро я поиграю со сбитыми сливками вот поэтому есть такое желание у женщин и на самом деле это очень прикольно и классно вот и сейчас он себя минуснул потому что фактически он сказал нет на одно из женских желаний сексуальных а это значит что это ухудшает его возможности быть с ней в постели и встречаться с ней so actually he lower down his chances of success with this woman because there is pretty often women desire to you know or use the cream and play with the cream and leaking cream from their body actually I might play in near days that kind of game so so he's a minus himself in that something that it is not pleasant with him to be in the bad he's very strict in that kind of thing and that's his minus this is a new association a minus a little poor сексуальности he's failing in the sexuality area he is trustworthy he's pleasant to be with but he's failing in sexuality он серьезно проваливается сейчас в сексуальности вот то есть он такой милый с ним прикольно вот встречаться хорошо да то есть с таким можно показать своего подружкам впустить свой круг общения но при этом он минусуется в сексуальности в сексуальности у него явные минусы итак ты можешь называть себя романтичным да да без но нет то есть ту самую доверяю то самое хотя бы знаешь что кто-то нас ждет это как-то правильно столь и агентский злайн я думаю что-то в этом вопросе что он врёт his if he is romantic why he is not behaved as gentleman если он романтичный почему он не повел себя как джентльмен why he did not give her flower or pawn почему не сочинил какую-то стишок или цветы он сразу дал вино и в путь вайн я думаю что он романтичный суда с его действия не думаю что он романтичный But we will continue on next time. Я думаю, мы в следующий раз продолжим. How I've responded to that? Как я бы ответил на вот эти вещи? I would say, cream? Okay, let's go buy some. Я бы ответил, вот она сказала про крем, вот я бы так игрался. О, крем, пойдем купим.